Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». «Ксюш, поверь, не хочу тебя ни пугать, ни расстраивать и вообще целый день думаю, говорить тебе или нет», – сказала Людмила подруге во время недолгой передышки, выдавшейся у них официанток. «Да я уж вижу. С самого начала сегодня какая-то взвинченная. Случилось что?» – спросила Ксения. «Да вот, понимаешь, я в выходные на базу отдыха ездила. Ну, я тебе рассказываю. И вот увидела там не очень приятную картину». Ксения кивнула, побуждая подругу к продолжению. А та все мялась и не знала, как сообщить об этом. «Понимаешь, я там видела твоего. И ни одного. На всякий случай засняла тут на телефон. Вот, посмотри», – протянула Люда свой смартфон. Ксения бегло взглянула на экран и нервно дернулась. «Да, все было очевидно. Ее муж, Дима, обнимается с какой-то девицей». «Ты прости, я ведь не для того, чтобы посмеяться над тобой. Я же не Анька. Просто, чтобы ты знала точно. Ведь всегда определенность лучше, правда?» «Конечно», – вздохнула Ксения. Собственно, ничего нового Люда ей не открыла. Она и сама давно подозревала, что муж ей неверен. А тут еще Анна, тоже официантка их ресторана, начала вдруг посмеиваться, кидать всяческие намеки. Ксения, правда, и у самого Димы спрашивала. Он отказывался. Но отказывался как-то неохотно, словно отмахивался. Да и не скрывался, похоже. Уходил, приходил, когда хотел. По телефону общался с женщинами чуть ли не при ней. «Да ладно, Люд, ты-то чего оправдываешься? Не ты же виновата. Тем более новость-то это и не новость вроде как. Ни для кого не секрет. И знаешь, я после работы пойду и заявление на развод подам». «Да ты что, решилась-таки?» «Ну, знаешь, Ксюш, хорошего в этом все-таки мало. Но лучше, наверное, так. Что тянуть-то, когда и так всем все вокруг известно?» «Вот и я про то. Тяни, не тяни, все равно этим все кончится. Лучше уж сейчас». «Отдыхаете?» – влетела в комнату для отдыха та самая Аня. «Ну, отдыхайте пока. Вроде все спокойно». «Ой, Ксюш, Гленька, там не твоя свекруха сидит за одним из моих столиков. У окна две дамочки там расфуфыренные. И одна из них, кажется, она». «Сейчас посмотрю». Нахмурившись, сказала Ксения и выглянула в зал. Видимо, то, что она там увидела, не понравилось. Ксюша вышла из комнаты, оставив подруг вдвоем. «Действительно, что ли, свекровь? Специально сюда пришла, да? Унизить лишний раз?» – удивилась Люда. Аню, судя по всему, эта ситуация скорее веселила. «А что она хотела?» – ехидно заявила та. «Думала, в сказку попала? Золушкой стала? Ха-ха, не нужны мы такие золушки богатеньким-то, а?» Ксения была недовольна тем, что ее свекровь, можно сказать, пока близкая родственница, заявилась в ресторан, где она работает официанткой. Ей тоже показалось это лишним унижением. «А как же? Бизнес-леди, у нее деньги, влияние, и сынок пристроен в теплое местечко. А тут, пожалуйста, какая-то подавальщица». Да, действительно, за столиком сидела она, Надежда Сергеевна, собственной персоной, одетая, соответственно, и вела, возможно, даже деловой разговор со своей собеседницей, такой же элегантной дамой. Специально, наверное, заявила с подружкой, показать, какая у нее невестка неудачная. «Ну ладно, я вас скоро освобожу от своего отвратительного присутствия», – злорадно подумала она, возвращаясь в комнату отдыха. «Да, ты права. Слушай, Ань, а давай я им счет принесу? Обслужу родственницу, так сказать, напоследок». «Да, пожалуйста», – не стала спорить Анна. И Ксения быстро вытащила из сумочки свидетельство о браке и свое заявление о разводе. Да, она решила именно так, известить Надежду Сергеевну о предстоящей перемене в ее жизни. Возможно, это даже станет для нее неожиданностью. Ксения сама не понимала той политики, которую вела свекровь. Поначалу, узнав, что ее золотой мальчик задумал жениться на официантке, она явно была против. Нет, самой Ксюше она ничего в глаза не говорила. Но ее взгляды чего-то достоили. Она и у Димы спрашивала. «Твоей маме я, кажется, не нравлюсь. Похоже, она рада была бы от меня избавиться». «Да брось ты, не обращай внимания. Все звекрови такие», – отмахивался он. «Да, в то время у них была любовь. Да еще и какая. Если бы даже мама запретила сыну жениться на какой-то официанточке, он бы ее не послушал. Но незадолго до свадьбы Надежда Сергеевна вдруг не то, что подобрела к будущей невестке, но все же стала относиться к ней хотя бы человечно. Зная, что от семьи Ксении ждать особо нечего, она все расходы и организацию торжества взяла на себя. Убеждая при этом девушку, что стесняться нечего, свадьба – это подарок жениха невесте. Ну а наряд – это будет ее, свекрови, подарок». Ксении, которой изначально казалось, что они с Димой просто распишутся, потом скромно отпразднуют в кругу друзей, такая суета не очень понравилась. Ну кто хочет чувствовать себя обязанным всю оставшуюся жизнь? Ну, раз уж свекровь все так решила, что делать, не спорить же с ней. Не в восторге была Ксюша и от необходимости жить в одном доме со свекровью. Она даже пыталась отговорить тогда еще жениха. Убедить в том, что сейчас так не принято, все отдельно живут. Но Дима даже этот вопрос обсуждать отказался. «Ты что, хочешь по съемным квартирам мотаться? Да это же глупо. У нас с мамой большой дом, места там хватит всем с запасом. Ну ни одну же ее оставлять в конце-то концов, сама подумай». «А ей-то как, понравится? Мне кажется, не очень», – сомневалась девушка. «Да не говори глупостей. Ей не понравится, если мы уйдем жить непонятно куда. И вообще, я не понимаю, чего ты сомневаешься? По-моему, мама относится к тебе великолепно. Да даже лучше, чем ко мне. Она всегда ведь мечтала о дочери. Почему бы тебе не стать ею? Она работает вообще-то, кстати. Ее порой целыми днями не бывает. В командировке часто ездят. Так что наживемся мы с тобой вдвоем». Ксения согласилась. Во-первых, потому что доводы жениха были очень логичны, убедительны, а ей возразить-то было нечего. Во-вторых, подействовали его слова о том, что Надежда Сергеевна, вероятно, хочет видеть в будущей невестке дочь. Ну да, она, возможно, не всегда так уж явно показывает свое расположение Ксюше, но ведь они с ее сыном пока и не женаты. У будущей свекрови и невестки не было еще возможности привыкнуть друг к другу. А потом, если они готовы жить как родные люди, то почему бы и нет? Ведь Ксюша сама мечтала о хорошей, полной семье, о настоящей заботливой маме. А расти пришлось с родителями, которые были к ней в лучшем случае равнодушными, к тому же любили выпить. В подростковом возрасте девушка даже начала сомневаться, а является ли она дочерью этих людей. Слишком многое намекало об обратном. И внешнее несходство, и отношения, да и некоторые фразы, сказанные в охмелю, тоже были слишком подозрительными. Но напрямую спрашивать отца с матерью она не решалась. И очень рано задумалась о том, что надо бы уходить из дома, где она явно лишняя. В школе Ксюша училась совсем неплохо, но продолжить образование не смогла из-за материальных проблем. Поэтому была рада, устроившись официанткой. Работа дала ей возможность снять комнату и съехать от родителей. А потом познакомилась с Димой. И это давало надежду, что у нее будет настоящая семья. Ведь они любят друг друга. И Надежда Сергеевна тоже стала относиться к ней неплохо. Может, пока не как к дочери, но ведь она в конце концов и не мать ей. К тому же, женщина деловая. Ей просто некогда особо расточать нежности. И вот свадьба состоялась. Ксения переехала в богатый дом. Поначалу все было даже неплохо. Можно сказать, хорошо. Ксюша была счастлива. Они с Димой любят друг друга, но что еще пожелать. И даже отношения свекрови не вызывало никаких вопросов. Нет, родными, как мать и дочь, они все же не стали. Но особых придирок не было. Не сразу. Ксюша поняла, что нету в Надежде Сергеевне не то, что любви. Она попросту не уважает ее. Дня не проходила без того, чтобы она не напомнила, что Ксения должна быть благодарна всю жизнь за то счастье, которое подарил ей Димочка. В первые же дни, водя девушку по дому и показывая, что и как, она то и дело приговаривала. Ну что, представляла ли ты, что будешь так жить? А тебе это кажется сказкой, наверное, после той дыры, где ты жила. Да откуда ты знаешь, как я жила раньше? С досадой думала Ксюша. Хотя не могла не признать правоту свекрови. Да, жила она в дыре. Да, этот дом для нее действительно сказка. Только вот почему свекровь так ей все это демонстрирует? Словно Ксения вошла сюда не на правах жены хозяина. То есть почти сама, как хозяйка, а будто нанимается домработницей. Надежда Сергеевна не только хвасталась своим богатством, а объясняла, как зачем ухаживать, что можно трогать, что желательно нет, да сколько что стоит и чем именно оно дорого. Вот эта коллекция фарфора очень дорогая, старинная. С ней нужно быть поаккуратней. Очень тебя прошу, не разбей ни одно блюдце. Вообще ничего не разбей. Если будешь протирать, то, пожалуйста, осторожнее. После таких слов Ксении хотелось одним взмахом сбить всю эту коллекцию на пол, чтобы разлетелось в дребезги. И зачем она мне все это говорит, если не доверяет? Ну, пожалуйста, сама протирай свой драгоценный фарфор. Мне это вообще ни к чему, думала девушка. Вообще домработница у Надежды Сергеевны была. Пожилая тетя Таня, которая знала эту семью с давних пор. Она еще нянькой у Димы была. Постоянно в доме не жила, но приходила несколько раз в неделю, чтобы прибраться и приготовить. Надежда Сергеевна всячески демонстрировала свою любовь к этой женщине. Хотя Ксюша прекрасно видела все притворство. Какая уж там любовь. Она и тетю Таню, скорее всего, презирает. Да и сама пожилая домработница это прекрасно чувствовала. И как-то откровенно сказала Ксении. Ох, мягко она стелет. Да только змеюка она и есть змеюка. Это почему? Слегка удивилась девушка. Мне кажется, она на самом деле неплохая женщина. А кто ж говорит, что плохая? Не такая, что плохая, а просто себе на уме. О себе очень много думает, а других в упор не видит. Ты, наверное, на родство надеешься? Что ты ей все-таки невеста? Нет, не надейся. Я ей тоже сродни, тетка двоюродная. Да только с такой роднёй скажу я, врагов не надо. Ксения и сама понимала, что свекровь – женщина довольно непростая. И доверять её якобы хорошему отношению не стоит. Но всё же не хотелось думать о плохом. Да и не думалось. Она была счастлива. И чем могла бы помешать этому Надежда Сергеевна? Тем более, что она и не пыталась делать этого. Более того, совсем не пыталась. Допустим, выжить Ксению из дома. Даже не стремилась делать жизнь невестке невыносимой, по крайней мере, намеренно. Просто на каждом шагу давала понять, что взяли Ксению сюда, будто из милости. «Да, повезло тебе», – говорила она то и дело. «У Димочки-то девушек был предостаточно, а женился на тебе. И что это? Любовь? Ну да, любовь, но с другой стороны, и небольшой расчёт тоже есть. Ты знаешь, состоятельным мужчинам нравится иногда иметь дело с девушками из более низших слоёв общества. Это их возвышает. К тому же, чувствовать благодарность тоже приятно. Ведь ты же должна быть благодарна Диме за то, что он к тебе так серьёзно относится. Я благодарна за то, что он меня любит. А насчёт всякой серьёзности – этого я не знаю», – ответила как-то Расксения. «Ну и насчёт слоёв и богатства я и сама могу работать и обеспечивать себя». «Милая моя», – засмеялась тогда Надежда Сергеевна. «Да тебе придётся сто лет работать, чтобы обеспечить хотя бы часть такого уровня. Да и вообще, я была бы не проще, если бы ты уволилась. Мне даже стыдно кому сказать, что моя невестка бегает с подносом, как прислуга какая-то». Да, на том, чтобы Ксюша уволилась, и Дима, и его мать настаивали даже ещё до свадьбы. «Да зачем тебе работать? Ты теперь будешь обеспечена!» Чуть ли не хором говорили они. Но Ксюша не хотела увольняться. Работа давала ей независимость. К тому же, из своей зарплаты она могла хоть немного, но помогать родителям. Да, она не оставляла их, хотя особой любви между ними не было. А после того, как 18 лет упорхнула из дома и начала самостоятельную жизнь, вообще, вспоминала о них не так уж и часто. И они тоже сами никогда не звонили, ничего не просили, но всё равно. Раз в месяц она приезжала, оставляла небольшую сумму, хотя прекрасно понимала, что, скорее всего, эти деньги будут моментально спущены на алкоголь. Чтобы этого избежать, иногда она поступала иначе. Оплачивала их долг за квартиру, покупала продукты. Эти походы к своим родителям Ксения, конечно же, не скрывала от новых родственников. Ни муж, ни свекровь не были против. Хотя удивлялись её доброходству, слегка посмеиваясь над девушкой. Понятно, что не работая она сама, едва ли они давали бы ей деньги на такие посещения, считая их совершенно пустыми. Да и вообще, не особо-то они ей что-то и давали. Поэтому Ксюша и не собиралась увольняться, считая, что свои деньги у любой женщины должны быть, кем бы ни был её супруг. Впрочем, довольно быстро она поняла, что Дима сам во всём зависит от матери. У него хоть и было образование, профессия, он даже занимал какую-то должность в компании Надежды Сергеевны, но, судя по всему, толку от него было мало. Зарплату он просто получал за то, что был сыном. На работе, кстати, тоже удивлялись тому, что Ксюша, выйдя замуж за обеспеченного человека, продолжает трудиться. «Уж будто твой муж не может тебя содержать». «Непонятно совершенно», — говорили некоторые. «А если кто-то и не говорил, то наверняка так думал». Та же самая Аня в открытую посмеивалась над счастливицей. «А если бы у меня был такой муж, я бы и не подумал работать, да ещё и официанткой. Неужели получше должность найти не могут?» «А чем плоха наша работа?» — отвечала и Ксения. «Мне, например, нравится. И ничего плохого здесь нет». «Ну, никто и не говорит, что плохая. Для меня, например, ну и для такой, какой ты была раньше, это может быть вообще пределом мечтаний. Но теперь-то ты замужем за непоследним человеком. У мамаши его ферма какая-то, сама говорила. Ну и строили бы тебя секретарём каким-нибудь. Хотя бы ты ходила там как культурная, в костюмчике, бумажки перекладывала. «Всё лучше, чем здесь с подносом бегать!» «Я подумаю об этом», — отвечала Ксения, которой такие разговоры не нравились в первую очередь потому, что она и сама. Нет-нет, да и думала о чём-то подобном. Выходя замуж, втайне мечтала, что у неё появятся новые возможности. Не в том плане, что она на готовеньком будет жить лучше, а в том, что сможет, допустим, пойти учиться. Она даже говорила с Димой об этом. О возможности поступить куда-нибудь. Но наткнулась на полное непонимание. «Какая ещё учёба?» — с усмешкой сказал муж. «Зачем? Разве тебе не хватает каких-то знаний? Вон, смотри, какая у матери библиотека. Бери любую книгу и читай, если уж так хочется просвещаться. Вот тебя что-то из крайности в крайность бросает. То работать хочешь, то учиться, лишь бы дома не сидеть». «Ну, ты что, Дим, мне хорошо дома, но всё же хочется чем-то заняться». «Так ты и занимаешься, работаешь. Тебе ведь никто не запрещает. А вся эта учёба вообще ни к чему». Особо спорить и настаивать на своём Ксения не умела. Поэтому соглашалась с мнением мужа. Ни к чему, так ни к чему. В общем, первый год их совместной жизни был более-менее счастливым. А потом наступило некоторое охлаждение, причём со стороны супруга. И у неё начались подозрения по поводу его верности. Трудно не заподозрить человека, который дома появляется, когда сам захочет, а иногда и не ночует, выдумывая странные оправдания. Впрочем, Дима особо себя не утруждал какими-то объяснениями. «А, где я был, там меня нет», беспечно отвечал он. «Перестань вообще глупые вопросы задавать, я что, не имею права из дома выходить?» «В конце концов, это очень оскорбительно, то, что ты задаёшь такие вопросы». «Но, Дим, так же нельзя. Мы с тобой вместе. Я твоя жена, а не просто как-то сбоку припёку. Я не требую, чтобы ты отчитывался за каждый шаг, но если дома не ночуешь...» «Ай, прекрати, пожалуйста. Не так уж часто я и не ночую. К тому же я тебе говорил, иногда нужно отдохнуть, встретиться с друзьями. Нельзя так резко, был свободным и тут...» «Но ты даже не позвонил мне». «Значит, не смог. Вот и не позвонил». «И прекрати, пожалуйста. Ты меня разочаровываешь, когда так говоришь». «Знаешь, а я тоже разочаровываюсь, когда ты так поступаешь. По-моему, в семьях так не делается». «Ой, много ты знаешь, как делается в семьях. В твоей семейке, наверное, и не такое бывало». Такие слова очень огорчали. И между ними начинали вспыхивать скандалы, о которых, естественно, знала и свекровь. Она была на стороне сына. «Ты не права, Ксения. У мужчин действительно могут быть какие-то свои потребности. Это не обязательно измены, гулянки и всякое прочее. Чего ты так опасаешься? Может, он действительно встретился с друзьями, отдыхает от семьи», — внушала она невестке. «Может, он захочет вообще от меня отдохнуть и развестись?» — выпалила девушка, сама испугавшись своих слов. Свекровь же не испугалась, но выразила свое недовольство. «Думай, о чем говоришь, Ксюшенька. Какой развод? Поженились, живите до гроба. Никаких разводов не будет. Даже не говори об этом, а то накаркаешь. Успокойся и живи себе счастливо. Не думаю, что там, откуда тебя Димочка взял, ты будешь жить более спокойно». А вот это действительно было так. Иногда Ксению настолько припекало такое отношение, что она всерьез думала о том, чтобы уйти от мужа. Но в том-то и дело, уйти было некуда. Да и не хотелось. Любила она Дмитрия. И, говоря о разводе, хотела слышать не такие слова, которые говорила Надежда Сергеевна. Девушка ждала, что сам Дима испугается, обнимет ее, попросит прощения, пообещает больше так не делать. Но этого не происходило. Он по-прежнему жил, как хотел. И мать явно ему потакала. А иногда даже и покрывала его отсутствие дома. «Дима, вообще-то, деловой человек. Я отправил его по делу. Он не может оттуда позвонить», — говорила она. А Ксюша понимала. Ни по какому делу ее муж не уезжал. Наверняка гуляет где-то. Да, ей это не нравилось, но поделать она ничего не могла. Терпела и загулы, и одиночество, и мелкие, но болезненные шпильки, которые запускали прямо в сердце подружки. Но всякому терпению приходит конец. Поэтому после очередного, особо наглого поступка мужа, она сегодня и пришла на работу со свидетельством о браке и заявлением на развод. Ксюша была настроена очень серьезно. Собиралась сначала зайти к адвокату, узнать от него все подробности дальнейших действий. Сейчас же хотела поступить иначе. Сообщить свекрови, что ей надоела такая благодать в их доме. И она твердо решила развестись. И теперь предоставил всеудобный случай сообщить об этом Надежде Сергеевне довольно оригинальным способом. Она вложила свидетельство о браке и заявление в папку для меню. И когда две дамы подали знак, что хотят расплатиться, подошла, как можно вежливее поздоровалась и положила перед свекровью папку. Та, открыв, увидела, что ей принесли и недоуменно уставилась на невестку. Ксюша, развернувшись, ушла в раздевалку. «Девочки, простите, я сегодня пораньше уйду», сказала она коллегам. «А администратору потом скажете, что мне плохо стало, ну или еще что-нибудь. Домой надо срочно. Вещи собрать и уйти куда подальше». «Люд, примешь меня на первое время, а потом я квартиру сниму». «Да, конечно, живи сколько хочешь», согласилась подруга, несколько растерявшись от такой решительности. «Ммм, недолго музычка играла», ядовито заметила Аня. «Правильно говорят, не садись не в свои сани». Но Ксению уже не задевали такие замечания. Она твердо решила разводиться с мужем и пускай об этом говорят, что хотят. В раздевалку вбежала еще одна официантка. «Там посетительница эта, которую ты, Ксюша, обслуживала, тебя требует? Говорит, позовите Ксению. Чего там у тебя с ней вышло?» «Эх, ничего особенного», ответила Ксения. «Скажи, что я с ней разговаривать не хочу и что я уже ушла. Пускай пишет жалобу, если ей что-то не нравится». «А администратору и директору это не понравится. Ты со своими уж как хочешь разбирайся, а это все-таки работа», сказала Аня. Но Ксения уже не слушала ее. Она спешила домой. Действительно, ей не хотелось разговаривать больше с Димой, ни уж тем более с Надеждой Сергеевной. А потому, лучше было прямо сейчас собрать вещи и уехать. Развод неизбежен, и изменить уже ничего нельзя. Мужа, разумеется, дома не было. Только тетя Таня возилась на кухне. Удивившись раннему возвращению Ксюши, она зашла в ее комнату и заметила, что та собирает вещи. «Ты че это? Никак сбежать надумала?» удивилась она. «Да, тетя Тань, надоело мне все здесь. Ну, сами видите, какое отношение. Я себя приживалкой какое-то чувствую. Не могу так больше», ответила девушка. «Эх, и правильно», одобрил ее поступок домработница. «Я сама частенько думаю бросить эту работу, но привыкла уже. Да и на одну пенсию не проживешь. А ты молодая. Не губи свою жизнь раньше времени». Ксюша тепло простилась с пожилой домработницей и ушла к подруге. До того времени, как она сможет снять квартиру, ей нужно было хотя бы вещи где-то подержать. Люда дала ей ключ от своего жилья. И Ксения, придя в чужое место, горько расплакалась. Только в одиночестве она смогла дать волю эмоциям. Ей все-таки было горько из-за того, что их семейная жизнь кончилась. И кончилась так грустно. Между тем, телефон трезвонил каждые пять минут. Свекрой звонила. Но Ксюша раз за разом сбрасывала звонки, не понимая, чего Надежде Сергеевне от нее надо. Кажется, все уже вполне понятно. Да, она была благодарна и свекрови, и мужу, но бремя благодарности оказалось непосильно тяжелым. Но неужели они не могут понять, что я больше не хочу иметь с ними никаких дел? Думала Ксюша. Но сообщение, пришедшее через некоторое время от Надежды Сергеевны, она все-таки прочла. Ксения, зайди домой хоть ненадолго. Я вызвала нотариуса, нам нужно кое о чем поговорить. Ксюша только усмехнулась. Интересно, о чем? Какие у нее могут быть дела с нотариусом? Делить она ничего не собирается, детей у них с Димой так и не родилось. Так что остается только бракоразводный процесс, который будет естественно довольно легким. Прожили год и разошлись, ничего особенного. однако через некоторое время пришло еще одно сообщение, опять же от свекрови. Ксения, я решила передать тебе часть своего бизнеса, но получишь ты это только в том случае, если сохранишь семью. Это сообщение Ксюшу даже рассмешило. Надо же, свекровь готова даже со своим бизнесом так поступить, лишь бы она не уходила от Димы. Что за странная любовь ко мне? И вообще, интересно, зачем ей все это надо? Ее сыночек наверняка недолго останется одиноким, найдет себе другую дурочку и пускай отдает им хоть бизнес, хоть что угодно. А мне-то что с этим делать, если я в этом ничего не понимаю? И на это сообщение она все же ответила. Спасибо, мне от вас ничего не надо, тем более бизнес, развод все равно состоится. На это пришло новое сообщение. Ты об этом и еще пожалеешь. Ага, жалею, не сомневайтесь, подумала Ксюша, но отвечать больше не стала. Чем, собственно говоря, свекровь может ей угрожать? К их делам она никакого отношения не имеет, терять ей особенно нечего, а жалеть? Ну, что ж поделаешь, пожалеет и перестанет. В конце концов, жизнь не кончается ни после развода, ни после неудачного брака. А Надежда Сергеевна была уверена, что у нее есть возможность воздействовать на строптивую невестку. И делать это она решила на этот раз с другой стороны. Обратилась к директору ресторана, не вдаваясь особенно в подробности, но все же сообщив, что хочет наказать одну из официанток. Узнав, кого именно, начальник удивился. Да ее вроде не за что наказывать. Работает хорошо, одна из лучших сотрудниц. Но могу лишить премии за то, что отказалась подходить к вам, когда вы ее позвали. Нет, дело не в этом. Она мне отказала в гораздо большем, не согласилась Надежда Сергеевна. Вы должны уволить ее, и не просто так, а с волчьим билетом. Извините, но за что? Это будет совсем несправедливо, удивился шеф. Речь сейчас не об этом, не о справедливости. За то, что вы выполните мою просьбу, я вам предлагаю очень хорошее вознаграждение. И она назвала цифру, которая сразу заставила директора изменить свое решение. Да, Ксюша, конечно, прекрасно работает, никаких нареканий к ней нет, но найти официантку не так уж и сложно, а вот сумму подобную этой едва ли ему кто-нибудь когда-нибудь предложит еще. Да, девушку жаль, но вероятно она и правда чем-то насолила Надежде Сергеевне, раз та с такой легкостью расстается с деньгами, чтобы оплатить довольно странную услугу. И он согласился. Ксюша понимала, что свекровь при желании в силах создать ей немало проблем, но вот то, что случилось, она не ожидала. Уже на следующий день стало известно, что в ресторане произошла кража, и обвинили в этом именно ее, Ксению. Девушка плакала, пыталась доказать, что она ни в чем не виновата, но все, видимо, было решено заранее. начальник, пряча глаза, сказал, что ничего не может поделать, она должна уйти. Итак, Ксения осталась без работы. Вечером она, плача, говорила Люде, да я уверена, что это свекровь, я же ничего не брала, ну ты же знаешь, это Люд. Я не сомневаюсь, что ты здесь ни при чем, не убивайся так, найдешь ты себе другую работу, а пока оставайся у меня, я же не гоню тебя. Да, знаю, что не гонишь, но не понимаю я вот Люд, чего и от меня надо, сама подумай, ведь она совсем не рада была, когда мы с Димой только решили пожениться, а теперь вдруг готова часть бизнеса своего отдать, лишь бы я вернулась, к чему это все, недоумевала девушка. Ну, понятно к чему, подумав, ответила подруга, за сыночка своего боится, сейчас он женат, так, немножечко наверное сдерживается, а как разведется, вообще в разнос пойдет. Ну да, сдерживается он, куда уж больше разносы, не соглашалась Ксюша, тем более ведь она не что-нибудь, а бизнес свой предлагает. Потому и предлагает, понимает, что не возьмешь, зачем тебе он, и все останется по-прежнему, и будешь ты при нем, при Димочке своем, нянька ему нужна, вот что, поэтому свекровь твоя не хочет, чтобы ты уходила, чтобы и сама мучилась из-за него. А Дима действительно мало огорчился, узнав о том, что жена собралась разводиться. У него уже была любовница, которая была бы счастлива стать его женой, да и он был не против жениться на ней, а Ксения, ну что ж, сама решила уйти, не будет же он ее насильно удерживать. Однако мать настаивала именно на том, чтобы удерживал, как угодно, хоть насильно, хоть как. Никакого развода, слышишь, Дима? Я вообще не ожидал, что эта твоя официантка вдруг так взбрыкнет на родном месте. Из-за чего вы с ней поругались? Да не из-за чего мы не ругались, ты же прекрасно знаешь. Не нравилось ей, что я дома, то не ночую, то еще что-нибудь. Растерянно оправдывался сын. Совести у тебя нет, ругалась Надежда Сергеевна. Вот возвращай ее, теперь как знаешь, хоть в ногах валяйся, обещай, хоть-то отшмахал для нее построить, но чтобы вернулась. Мам, я че-то не понял, в чем дело-то? Удивлялся Дима. Зачем она тебе так понадобилась? А тебе это не касается, делай, как я говорю, ревкнула мать. Ничего себе не касается, вообще-то это моя жизнь, и касается она в первую очередь меня. Решил было проявить твердость Дмитрий. А тебе волноваться не о чем, я на другой женюсь, хоть завтра, во всяком случае на следующий день после развода. Никакого развода, кричала Надежда Сергеевна, и никакой женить бы ни на ком другом. Ты понимаешь, что это репутация? Я не последний человек в городе, и вдруг такой скандал, мой сын разведен. Мам, ты меня, конечно, извини, в каком веке мы живем. Сейчас развод это пустяк, никто на это внимание не обращает, все по десять раз разводятся, и никакая репутация от этого не страдает. Ты сейчас у меня пострадаешь, немедленно разыскивай жену, проси прощения, восстанавливай свою личную жизнь только с ней. Я не возражаю, пусть у тебя будет хоть сто любовниц, но жена только одна, и жить ты должен только с ней, запомни это. Подчиняясь матери, Дмитрий все же позвонил Ксении. Она трубку взяла, но сообщила, что возвращаться не собирается, и все равно они разведутся. Ну и дура, только и ответил ей супруг, бросая трубку. Он понимал, с мамой его ждет не самый приятный разговор, но он ничего не мог поделать. Да ты пойми, мам, где бы я не валялся, как бы не умолял, она все равно не вернется, упрямая, как коза. Это ты упрямый, хуже всякой козы, разозлилась Надежда Сергеевна. Простейшее поручение выполнить не можешь, все должна я делать за тебя, взрослого человека. А Ксения тем временем ни о каких возвратах не думала, она искала работу, и с каждым днем все яснее понимала, что сделать это будет очень трудно. Слух о ней и ее неподобающем поведении уже пошел по городу. Получив несколько отказов, девушка решила, что ей нужно в первую очередь найти хоть какой-нибудь заработок. И раз у ресторана путь закрыт, то можно попытать счастье в какой-нибудь другой области. Однако единственное, что удалось найти, это раздавать бесплатные газеты на улице. Работа, разумеется, не самая престижная, и зарплата тоже не такая, которая позволяла бы жить но хоть что-то на первое время сойдет. Место для работы выбрала подальше от прежнего богатого дома. Не хотела даже случайно увидеть мужа или свекровь, а потому встала возле станции метро с раннего утра и до обеда раздавала газеты. Да, работа не веселая, не самая приятная, не высокооплачиваемая, но все же. Единственное, чем можно было разнообразить свой рабочий день, смотреть на людей. Чуть ли не в первую смену ее внимание привлек один маленький человечек, мальчишка лет восьми, явно не очень ухоженный, но очень вежливый, а занимался он тем, что попрошайничал. У людей деньги. У Ксении сжималось сердце при виде такого несчастного ребенка. Она подумала, что он, видимо, живет в какой-то неблагополучной семье. Возможно, родители его пьют, и у него нет денег даже на еду. Ей грустно было смотреть на этого малыша. Сразу вспоминалось свое нищее полуголодное детство. Нет, она, конечно, не доходила до того, чтобы попрошайничать на улице, но, видимо, у этого ребенка все еще гораздо хуже. В очередную смену она не вытешила. Подозвала мальчишку к себе. «Привет, ты где живешь?» «Тут, недалеко», ответил он. «А мама у тебя есть?» «Нет, мамы нет, я только с папой живу». «А зачем же ты просишь деньги? Папа не дает?» «Нет, у него самого мало. Мне деньги нужны для папы». Это было уже вообще ни в какие ворота. Мальчик просит милостыню для своего папы. Неужели на то, чтобы этот самый папа покупал себе спиртное? И куда интересно смотрят органы опеки, которые должны наблюдать за такими семьями? Мама нет, отец совершенно равнодушно смотрит на то, как его ребенок побирается. И она предложила. «Ты знаешь, я дам тебе денег, ну, сколько могу, не то чтобы много, у меня самой мало, но давай ты меня сводишь к себе в гости. Просто зачем это?» удивился мальчик. «Ну, надо мне с ним поговорить. Не бойся, ничего плохого я ни ему, ни тебе не скажу». «Ладно, сходим в гости. Только давайте так, вы ему не скажете, откуда у меня деньги, потому что он не знает. Вы скажете, что я вам помогаю газеты раздавать, и за это вы мне платите». «Договорились, пойду на такой обман», сказала Ксения. И когда она раздала последний экземпляр, они вместе отправились к маленькому Вите. «Пап, я не один», крикнул мальчик, открыв дверь квартиры. Из комнаты выехал мужчина на стареньком шатающемся инвалидном кресле. «Здравствуйте», удивленно сказал он. «Здрасте». Поняв, что все не так, как она опасалась, ответила Ксения. Мужчина был явно инвалидом, и никаких следов алкоголизма на его лице не было. Он был не в силах оказывать помощь своему сыну вовсе не из-за своих дурных привычек, а просто не мог. «Вы по какому-то делу?» спросил он. «По делу, ну, я не знаю. Поговорить с вами хотел, если вы не против, конечно». «Ну, если не очень неприятный разговор, то не против. Случилось что-то? Неужели Витька что натворил?» «Нет, что вы, он ничего не делал», возродила Ксения. «Хороший очень мальчишка, помогает мне». Разговаривать с мужчиной при ребенке она не хотела. И тот, видимо, догадавшись, сказал сыну. «Ну, что ведь, раз гостей пригласил, надо их угощать. Иди-ка поставь чайник, а мы пока поговорим». «Хорошо», ответил сын, видимо, догадавшийся, что взрослые не хотят общаться при нем. Комната, в которую мужчина привел Ксению, оказалась чистой и довольно убранной, совсем не напоминающей приют алкоголиков. «Вы простите, если вам покажется, что я лезу не в свое дело», начала Ксюша, «но просто мне странно стало, что маленький мальчик на улице целый день. Я не знала, что...» смутилась она. «А, не знали, что я инвалид? Подумали, что какой-то алкаш, который за своим ребенком не следит? Ну, я-то как раз не пью. И не имею ничего против, что он выходит иногда погулять. Я же не могу его сопровождать. Коляска сами видите, в любой момент развалиться может. Я и по дому-то аккуратно ешу. Вот так и живем». «Простите, я действительно подумал нехорошее, но вижу, что очень ошиблась. А что с вами произошло?» «Да что? Авария, травма позвоночника, жена погибла». Он кивнул на портрет молодой женщины, висящей на стене. «А я вот выжил, к сожалению, наверное. Иногда и сам думаю, что Витьке лучше было бы в детском доме». «Ну что вы, он вас очень любит. И вообще, хороший мальчишка, воспитанный. А вы лечитесь как-нибудь? Ведь сейчас восстанавливаются люди после разных травм». «Восстанавливаются. Я бы восстановился, но тут такая операция нужна. Больших денег стоит, которых у меня естественно нет. Что там моя пенсия да Витькина по потере матери. Это только так, на жизнь, а уж такие излишества». «Да, ужасно», посочувствовала Ксения. Напившись в гостях чаю с самым дешевым печеньем, она шла домой, глотая слезы. Ей правда было стыдно. Анна еще переживает из-за своих каких-то бед. «Да какие там у нее беды? Подумаешь, вот где беда. Ребенок без матери с отцом инвалидом, который мог бы поправиться, но она ведь ничем помочь не могла». Тем временем в ее бывшей семье продолжались скандалы. Надежда Сергеевна ежедневно пилила сына, требуя вернуть Ксению. «Мам, ну что я могу тебе сказать? Она не хочет, даже отказывается со мной разговаривать», оправдывался Дима. «Ну что ты за мужик такой? Женщину болтать не можешь. Ты должен ее вернуть, и будь любезен, сделай это. Пообещай ей что-нибудь, покайся. От этого зависит твое будущее, ну как ты не понимаешь». Он ничего не понимал, но чувствовал, что мать, видимо, знает что-то, от чего действительно может зависеть их благосостояние, а потому регулярно набирал Ксении. Однако она, поняв, что слова на него не действуют, попросту внесла его в черный список. В конце концов, осознав, что от сына никакого толка она не добьется, свекровь разозлилась. «Ничего ты сам не можешь, все на меня сваливаешь. Ладно, я уж что-нибудь придумаю, сама приползет как миленькая». И она решила разузнать все о теперешней жизни Ксении, чтобы воздействовать на нее хоть как-то. Сама же девушка не подозревала о планах своих бывших родственников. Она была больше занята новым знакомством. Ее очень тронула история Вити Михаила, и она хотела помочь им. Поразмыслив, вспомнила о силе рекламы. Решила применить этот способ. В конце концов, ходящий среди взрослых людей и попрошайничающий мальчик у кого-то может вызвать возмущение, у кого-то сочувствие, но люди же не знают, кто он и зачем просит деньги. А Витя по секрету признался ей, что копят на операцию для папы, мечтая когда-нибудь, что папа опять сможет ходить. «Конечно, таким образом много не напросишь». И Ксения написала небольшой плакат, что мальчик собирает деньги на операцию инвалидуацию. Там были и банковские реквизиты, и описание болезни Михаила, подкрепленные заключения врачей. Ксюша надеялась, что таким образом можно будет собрать гораздо больше. Она была очень тронута историей этой несчастной обездоленной семьи. А со временем, посещая Михаила и Витю, поняла. Она испытывает к отцу мальчика не только сочувствие, он понравился ей, как мужчина. Но была у нее еще одна забота. Развод ведь еще не оформлен. Когда она обратилась за этим к Диме, тот поднял крик. «Никакого развода не будет. Ты должна вернуться ко мне, и мы будем вместе. Неужели ты этого не можешь понять? Того, что все равно у тебя ничего не получится? Почему не получится? Кто меня сможет заставить жить с тобой? ответила Ксюша, еще не подозревая, что такой человек на самом деле есть, а именно ее бывшая свекровь. Надежда Сергеевна следила за девушкой, пытаясь понять, где, как она теперь живет, и уже довольно продвинулась в своих изысканиях. Разумеется, Ксюша об этом ничего не знала. Она даже понять не могла, что свекрови нужно от нее. Хотелось просто как можно быстрее оформить развод. Казалось, что таким образом она навсегда прекратит всякие отношения с Димой и его матерью. Но муж от уговоров перешел к оскорблению, а потом к запугиванию. Не получишь ты никакого развода, а будешь упираться, у моей матери большие связи, и лучше тебе их пропадить его оба пропадом. Не выдержала наконец Ксения. Не даешь развод? Ну и пожалуйста, пускай у тебя в паспорте остается этот штамп, не сможешь ни на ком больше жениться. А мне развод прямо сейчас особо и не нужен. вспылила Ксения 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 надоели эти разборки. нее другие заботы появились. Она беспокоилась за Витю его отца, мечтая помочь этим людям. Надо сказать, что с ее плакатом мальчишка собирал теперь денег побольше, но все равно это конечно было все ни о чем. На операцию так можно было накопить через очень много лет. Однако Ксюша верила, что-то должно им помочь. Как-то к ней подошла пожилая пара. Мужчина и женщина совершенно незнакомые, но с первого взгляда вызвавшие какую-то симпатию и доверие. И сами они глядели на нее внимательно и с таким выражением. Ксюша и сама не могла понять, что в этом взгляде так зацепило ее. А незнакомка спросила, скажите, это вы собираете деньги вместе вот с тем мальчиком? Да, ответила Ксения. И вы действительно знаете того мужчину, которому нужна операция? Ксения опять ответила утвердительно. Тогда вот, возьмите, пожалуйста. И женщина протянула довольно увесистый конверт. Ксюша заглянула в него и увидела, судя по всему, очень приличную сумму. «Но как это?» воскликнула она. «Здесь же очень много!» «Возьмите, пожалуйста, мы очень хотим, чтобы мужчина выставил, и у мальчика больше не было необходимости собирать деньги на улице». С этим они развернулись и быстро ушли. Ксюша подозвала Витю и сказала, что им нужно срочно домой. «А что такое? Случилось что-то?» обеспокоенно спросил паренек. «Да ведь, но это хороший случай. Надеюсь, самый счастливый в нашей жизни. Пойдем скорее». Дома, ничего не объясняя, она вытащила конверт, пересчитала деньги и посмотрела на Михаила. «А ведь здесь, пожалуй, медитацию. У вас есть телефонный лиг, какие-то данные клиники, где все это делают?» «Ну да, осталось где-то», растерянно сказал Михаил. «А вы что, хотите отдать деньги нам?» «Ну конечно, их же дали на операцию, а не на что-то другое», и она вкратце рассказала о произошедшем. «И что это за люди такие? Почему они решили помочь?» «Я не знаю, может быть выясним позже вместе», сказала Ксения. «А сейчас нужно заняться вашим здоровьем, мне кажется тянуть больше нельзя». Они позвонили в больницу и вскоре Михаила начали готовить к операции. Ксюша была счастлива, но в то же время из головы у нее никак не шла та пожилая пара. Кто были эти люди? Почему они так смотрели на нее? Почему у нее самой они вызвали сразу такие теплые чувства? Ответа не было и они больше не появлялись. За этими мыслями, счастливыми и не очень, она почти забыла о своих бывших родственниках. А вот они разумеется нет. Они собирались вернуть Ксению. И Надежда Сергеевна была на верном пути, ведь она знала куда больше, чем ее сын и чем сама Ксения. И желание вернуть девушку в лоно семьи было продиктовано именно тем, что она знала, кто эта пара, давшая деньги. Не знала она пока только того, что они вернулись в страну и уже встречались со своей родной дочерью. Ксении. Это была очень старая история. Когда-то еще молодые и очень богатые бизнесмены ввязались в сложную борьбу с конкурентами. Да, они уже в то время были очень богаты, но все же молоды и недостаточно опытны. Поняв, что из этой войны победителями не выйти, а пострадать могут не только они, но и их крошечная дочь, они решили нелегально сбежать в одну из европейских стран, а дочку обезопасить еще лучше. Не веря, что им удастся избежать гибели, даже при помощи побега, они оставили малышку на попечении пары и дальних родственников, пообещав присылать деньги на ее содержание, а забрать при первой же возможности. И вот за 20 лет такая возможность и не предоставилась. Деньги они пока могли высылали, но потом у самих начались проблемы. Решить их удалось только недавно. После этого они все-таки вернулись в родной город, чтобы найти свою дочь. Им это не удавалось. Родственников, которым они оставили Ксюшу, нашли, но те были очень злые, что их обманули. Деньги перестали высылать, ребенка навязали. И где же она теперь? Спросили родители. Откуда нам знать? Замуж вышла, а за кого знать не знаем. Мы на свадьбе не гуляли, нас никто не пригласил. Раньше хоть заезжала, помогала. Девчонка все-таки совесть выросла, в отличие от родителей, а потом и вовсе пропала. Так что ищите сами где хотите, у нас ни адресов, ни телефонов. С огромным трудом пожилой паре удалось таки найти Ксюшу, но вот как ей признаться в том, что они и есть ее отец и вероятно девушка не простит им того, что ее бросили, поэтому и дали деньги на операцию какому-то мужчине и стали размышлять, как бы теперь признаться. Надежда Сергеевна оказывается знала тайну рождения Ксении, потому-то она и не была против брака с Виктором и в расчете на это она так упорно добивалась ее возвращения, ведь девушка в случае чего могла стать богатой наследницей, очень богатой, куда более богатой, чем сама Надежда Сергеевна, а это действительно обеспечило бы будущее ее сына. И кто же знал, что Димка окажется таким никчемным мужем, а жена сбежит от него? Однако Надежда вернуть Ксению Надежда Сергеевна не теряла. Узнав о том, что девушка живет сейчас у какого-то мужчины, лежащего в больнице, и сама ухаживает за его сыном, которому очень привязаны, решила действовать через этого паренька. И как-то Витя не вернулся домой. Ксения была в ужасе. Куда мог деться мальчишка? Никаких сообщений о допустим выкупе не поступало. Да и какой может быть выкуп? Ей в голову не приходило, что похитить ребенка могла бывшая свекровь с целью шантажа. Она пыталась найти Витю своими силами. Обратилась в полицию, но там с ней разговаривать не стали. А вы кем приходитесь мальчику? Никем. Жаль. Когда он пропал? Позавчера? Это ничего не значит. Ребенок как вы сказали ведет довольно свободный образ жизни, но побегает и вернется. Понимаете? Его отец в больнице, я не знаю что сказать ему об этом. Ну так и скажите что проворонили. Не понимаю чего от нас хотите? Но раньше чем начала действовать полиция, родители Ксении решили таки признаться ей в том кто они и почему дали ей деньги. Они опять также подошли к ней на улице и рассказали историю жизни. Всерьез боялись что она обижена на них не захочет разговаривать но нет. Ксения расплакала и сказала что всегда подозревала что те кого она называла отцом и матерью не являлись таковыми. Тебе тяжело с ними жилось? Тоже заливаясь слезами сказала ее биологическая мать Алла Васильевна да бывало непросто но как видите я жива выросла и ничего ужасного со мной не сделали ну да выпивали я даже любил их если честно потому что некого было больше любить я же о вас ничего не знала но я рада что узнала теперь и благодарна вам что дали деньги и хватило чтобы устроить Михаила в клинику и я думаю он вылечится операция уже прошла успешно вот только сын его и Ксюша рассказала что мальчик пропал а полиция отказывается предпринимать какие-либо активные действия но вот что решительно сказал Александр Иванович я найду мальчика начну прямо сейчас ну не сам конечно обращусь к частным детективам уж они это ждать не будут когда ребенок сам появится неизвестно откуда и неизвестно еще в каком виде спасибо вам огромное вы даже не представляете что сделаете для меня ведь его отец пока не знает что Витя пропал боюсь говорить ему об этом частный детектив нанятый Александром Ивановичем справился ему удалось найти мальчика живым и здоровым Витю вывезли за город держали в пустующем доме ребенок не пострадал физически но морально ему было очень тяжело он переживал за папу за Ксению к тому же его свободолюбивая натура протестовала против того что его держат где-то в заперти он пытался сбежать но его охраняли ведь он нужен был Надежде Сергеевне которая уже совсем была собралась сообщить Ксюше что вернет мальчишку только в случае если та сама вернется к Диме и возможно этот план сработал бы но Витю раньше нашел детектив Витенька плакала Ксения что случилось кто тебя забрал и кто держал в этом доме не знаю тетя какая-то сказала что вернет меня если ты выполнишь ее условия ты их выполнила нет к счастью этого не пришлось сделать потому что ну в общем я тебе потом как-нибудь расскажу ты не представляешь как я переживал из-за тебя представляю я сам очень переживал думал что если меня похитили то может и с тобой что-нибудь плохое сделают а как сейчас папа мы поедем к нему в больницу конечно поедем он очень скучает по тебе я не говорила что тебя украли чтобы не расстраивать была уверена что найдешься и вот ты со мной я так счастлива я тоже счастливы были и родители Ксении они нашли дочь и наладили с ней нормальные отношения к тому же помогли ей решить некоторые проблемы с которыми она не справилась бы без них Ксения уже знала что родные мама и папа живут в Европе и живут вполне обеспечены они звали ее с собой но она отказалась мы лучше приедем к вам в гости все вместе а там уж будет видно я никуда не могу уехать нужно решить некоторые вопросы а главное дождаться Михаила из клиники он сейчас проходит реабилитацию и надеюсь что скоро будет здоров да уж главное наказать тех кто виноват в похищении Вити это очень серьезное преступление его нельзя оставлять безнаказанным строго сказал Александр Иванович конечно Витя не откажется дать показания и я догадываюсь кто все это сделал думаю Надежда Сергеевна со своим сыночком ответят за эти проделки так все и случилось все причастные к похищению получили по заслугам Михаил вполне здоровый выписался из клиники и вскоре Ксения вышла за него замуж а затем и усыновила Витю только сейчас она узнала что значит быть по-настоящему счастливой у нее были любимый муж сын и родители которые больше не собирались оставлять ее если вам понравился рассказ просьба поддержать меня кнопкой палец вверх одно простое действие но для меня это очень важно всего вам доброго